Здравствуйте дорогие друзья! Давайте сегодня рассмотрим еще как можно связать из резиночки 2х2 очень красивую резиночку. Я набрала 24 петли и провязала 2 ряда резиночкой 2х2, то есть 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Назад я провязала по рисунку, где лицевые я провязала лицевыми, где изнаночные провязала изнаночные. Теперь смотрим дальше, что мы сделаем. Кромочную мы снимаем, у нас идут дальше 2 лицевые. Мы за работой, вот, вот у нас, за работой, первую пропускаем, поднимаем правой спицей вторую петлю. Первую снимаем, вторая у нас на спице, и левой спицей подхватываем первую петлю и поменяли их местами. И одели на спицу вторую петлю, а первая пошла у нас назад. И теперь провязываем лицевой 2 петли. Две изнаночные провязываем обычно. Теперь снова за работой вводим правую спицу во вторую петлю, с левой спицы снимаем первую петлю и перед работой подхватываем ее и меняем местами. И провязываем вторую петлю, потом первую петлю, 2 изнаночные. И потом повторяем. Вторая петля, первая петля, 2 изнаночные. Меняем местами, вторая, потом первая. Еще можно вязать сначала вторую, потом первую, но это мы потом, после того, как мы провяжем эти, мы потом провяжем по-другому. Посмотрим, в чем разница будет. Вторая, первая, 2 изнаночные. Поменяли местами, вторая, первая. А по изнаночной стороне мы обычно вяжем, как всегда, 2 изнаночные, 2 изнаночные, 2 лицевые. Если вы знаете, как вязать лицевую и изнаночную, вы сможете связать все. Ну, плюс еще накиды, которые тоже, вы знаете, какие бывают накиды. В третьем уроке я вам это все рассказывала. 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот, смотрим, у нас получается вот такая вот мини-косичка. Видите? Давайте еще провяжем 2 ряда. Снимаем кромочную. За работой берем вторую петлю, подхватываем первую. Одели первую наперед и провязали. Можно перекрещивать через ряд. Вот мы перекрестили, потом по изнаночной мы провязали все петли по рисунку. Потом еще можно 2 ряда по рисунку провязать. Потом опять перекрещивать. Вот так как эта косичка у нас как мини, маленькая, то можно и через каждые 2 ряда. Видите, какая интересная у нас получается резиночка. Поменяли и провязали. Если вы хотите что-то еще увидеть на моих уроках, можете в комментариях писать или спрашивать. Все, что я знаю, я вам покажу. Это будет все в одном плейлисте. Нажмите на плейлист и там будет вязание для начинающих. И все там мои видео уроки вы найдете. По изнаночной стороне мы вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 лицевые, Я думаю, пинеточек и тапочек на моем канале хватает. Нужно немножко нам разнообразить вязание, потому что много заходит начинающих вязальщиц, и многое им не понятно. Я вот решила снять серию таких вот видео для начинающих. Смотрим, девочки, вот что у нас получается. Вот такая вот красивая резиночка, которая тоже может пойти везде, куда вам нужно. Теперь попробуем вязать чуть по-другому. Сначала мы за работой вяжем вторую, и не снимая со спицы, вяжем первую петлю. Потом только две сняли. Две изнаночные. Снова провязали вторую петлю, затем первую. Потом сняли. Принцип получается тот же. Вторая петля. Первая петля. Две изнаночные. Показываю еще раз медленно. Вторая петля. Придерживаем пальчиком. Не снимая со спицы. Первая петля. Сняли. Две изнаночные. Вторая петля. Провязана лицевой. Теперь первая. Две изнаночные. Вторая. Теперь первая. Как вам удобно, как вам удобнее вязать. Или менять две петли, или вязать так. Принцип получается одинаковый. Видите? Следующий ряд все петли вяжем по рисунку. Две изнаночные, две лицевые. Две изнаночные, две лицевые. Вот такая у нас получается резиночка. Тоже лицевые и изнаночные петли. Вяжите, девочки, с удовольствием. Сегодня буду прощаться с вами. И вас ждет еще впереди очень много интересных и простых узоров. До свидания. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok